приветствую друзья снова на моем youtube канале давно не виделись редкая сейчас снимаю ну зато какого качества сейчас идут съемки какой контент какие бани сегодня будем сдавать то есть показывать вам очередную нашу баню баня 7 на 7 по габариту по бревнам плюс 3 метра терраса район поселка шабровский рубка здесь кто как называют канадская рубка дикая рубка пьяная рубка в общем вот в таком диком стиле терраса тоже рубленная и чтобы подчеркнуть вот этот дикий образ у бани подшивы тоже сделали из не обрезной доски то есть карнизы фронтоны все из не обрезной доски фундамент здесь изначально был залит ленточный и уже по грунту внутри залили плиту бревна защитили по наружу по периметру отливами цоколя чтобы осадки не попадали а внутри полы у нас плитка все увидите там тоже будет отливок посмотрите какая текстура у дерева какой рисунок это отборный лес этот рисунок получается после шлифовки вот этот струк мы шлифовали и обработали покрасили и получаются вот такие красивые рисунки бабочки получились крыша здесь пологая карнизы широкие летучие получилось кровля здесь мягкая кровля водостоки соответственно снегозадряжатель мы не стали делать потому что по мягкой кровли снег не сползает баня баня уже обжитая заказчики наши клиенты наши не тянут резину и уже обживают вот тут уже предметы быта да у дрова навезли венечки навезли то есть баня уже действующая нас заказчик попросил любезно пригласил отснять его баню попарить его чего никогда в наших роликах еще не было оставайтесь с нами до конца и в конце ролика вы увидите процесс парения друзья один важный момент несмотря то что крыша очень пологая чердак у этой бани имеется доступ чердаку нужен обязательно чтобы обслуживать дымоход не забывайте про это проходим в баню попадаем в первую комнату это тамбур это логично тем более баня размеры бани позволяет это сделать тамбур это хорошая комната неотъемлемая часть так скажем потому что сырое помещение влажное и вот отсекать мороз тепло крайне важно хотя мы ставим двери до сей в двери с терморазрывом тамбур дополнительно никогда не помешает в бане планировку всей бани мы приложим видео обзору посмотрите по размерам заходим с тамбура попадаем в комнату отдыха здесь кстати везде теплые полы отопление в таких банях нужно делать теплые полы я уже много рассказывал про теплые полы вот основное преимущество ваша баня будет служить вечно можно сказать никогда не сгнёт это отдельное видео у нас было посмотрите на канале сразу ноги согрелись тут кстати сам заказчик очень много внес свою лепту и обратите внимание какие тут светильники резные прямо заходишь и сразу глаза туда бросаются гардина вот эти даже вот эти вот как они называются кружка для гольфа совочек все этот заказчик делал сам электрику он все сам делал молодец молодец парень не жалко будет его сегодня попарить печь здесь колпаков другая здесь и не вписалась бы чугунная подовая в каменной облицовке почти получается тонну теплоаккумуляции в русской бане это просто нет в просторной комнате отдыха должно быть и много света здесь у нас пластиковое окно полтора на метр гардина как я уже сказал заказчик сделал сам а штора шила его жена вот так вот они обустраивают свою баню техническое помещение тут спрятаны все коммуникации инженера котел электрика отопление канализация все спрятано в этом техническом помещении пройдемте дальше помывочная и сердце бани в парную помывочная также здесь везде керамическая плитка полы это очень практично здесь уборка будет ну просто в кайф не будет застаиваться вода грязь вот мыльная вода листья да все это будет легко убираться протираться по периметру сделаны отливы соколь будет защищен влага не будет попадать под бревно под сруб то есть будет все стекать вот в эту чашу и уходить в канализацию за пределы бани помывочная немножко не доделано здесь будет угол душевой заказчик будет здесь стеклянную такую небольшую перегородочку и тропический душ а вот в этом углу будет обливное ведро пока вот так вот спонтанных условиях мы сегодня попаримся будем убиваться прямо из ведер а теперь давайте пройдем все-таки для чего мы сюда все собрались сердце бани парную вот парная парная просто идеальная большая просторная вот бывает проекта когда вот устроим огромные там площади до называется баня одно это баня дом естественно конечно же проекты бывают разные для разных целей я никого не осуждаю что именно так выбирают люди но если человек строит цель баня то в бане должна быть парная самая такая предпочтительная комната тут нужно продумывать до мелочей не экономить на площади не экономить на печи ни на чем не экономить это пар на это сердце бани здесь же вот как раз таки именно такая парная она просторная большая угловой широкий полок вот этот полок 700 миллиметров вот этот вот полок чуть больше метра даже метр 05 получился высота полков 800 800 мы делали под кулачки заказчика мне чуть-чуть высоковато я привез свою такую точечку подножник буду вставать на него наступать и парить сейчас заказчика печь колпаков как я уже говорил в каменной облицовке талькохлорид закрытая каменка камни жидит плюс идет воронка паровая пушка сабантуй который подает разливает на самые нижние слои каменки то есть получается максимально с горячих камней пар мелкодисперсный дымоход феррум потому что проходная разделка это все уже стандартная бак повесили сюда здесь в принципе в этой бане в этом банном комплексе вода горячая не нужна здесь будет душ отдельно а бак повесили чисто для веников брать горячую воду полы помыть потом на всякий случай так скажем вентиляция здесь необычная как мы делаем до из 80 дымохода здесь вентиляция заводского исполнения от теплов и сухов есть у них два вида вентиляции это вертикальная басту и горизонтально вот это именно горизонтально согласитесь более эстетично выглядит никаких лишних вот этих подрезок выемок аккуратнее светка здесь опять же заказчик делал сам вот по углам это основной свет и есть декоративная подсветка полка регулируется свет можно разные делать про вентиляцию басту рассказал есть еще тут один вид вентиляции это залпового проветривания это окно в парной и окно в помывочный то есть идет прямо сброс вот так вот брос лишнего жара а вообще баню баню можно прокачивать как автомобиль тюнингую можно вкладывать вкладывать и деньги и силы и время например второе дыхание вентиляция комнаты отдыха приточка к морде печи это все только вентиляция да еще а так очень очень куча еще всего можно напихать в баню ну что ж друзья вот такая вот у нас получилась на этот раз баня на мой взгляд шикарно если и вам понравилось не жалейтесь не скупитесь поставьте пожалуйста лайки пусть у вас всегда будет легкий пар и баня пусть будет только для здоровья я пошел готовится варить человека а вам всем пока пока и и и и и и и и и как банька супер шикарная баня вот такие парни надо делать большие и просторные именно для паренья